Привет, друзья! Наконец-то, наконец-то я добралась до съемки подборки любимых семейных саг. Многие меня очень просили на удивление снять такую подборку, хотя подборки книг не пользуются особой популярностью, но, видимо, о семейных сагах многим было бы интересно послушать. Я, в принципе, прекрасно понимаю этих людей, сама с удовольствием о них слушаю, сама очень люблю этот, да, такой вот поджанр литературы. И вообще я не знаю, как можно не любить семейные саги, да, пойдем от противного. Потому что семейная сага – это, в первую очередь, масштаб, это много поколений одной семьи, это огромное количество персонажей, это разные взаимоотношения, которые связывают этих персонажей, это знакомые и близкие нам всем семейные ценности, которые рассматриваются в книге, это огромное количество судеб и жизней в одной книге. И все это еще и на фоне каких-то либо исторических событий важных, либо каких-то экзотических интересных декораций, да, в какой-то вот, в действии происходит в какой-то стране, о которой нам интересно было бы почитать. В общем, обожаю я семейные саги за то, что практически любой читатель в той или иной книге может что-то интересное для себя найти, даже если ему вот все категорически не нравится, но какой-то один персонаж зацепит. Либо то, как рассматриваются исторические события в книге зацепит. Так что, опять же, прекрасно разделяю любовь многих читателей к семейным сагам и, наконец-то, готова поделиться, по-моему, 12, я не посчитала перед съемкой видео, по-моему, 12 своими любимыми книгами. Начнем. Начну я, наверное, с такой самой классической в моем понимании семейной саги и потом буду переходить уже к более чему-то экзотичному, возможно, тому, что понравится далеко не всем. И вот самое, что не наесть классическая, на мой взгляд, семейная сага, это Томас Манн Буденброки. Я эту книгу, когда еще была неоперившимся птенцом в мире классической литературы, прочла за два дня. Вот этого самого страшного, ужасного Томаса Мана, автора, нечитабельной, мне кажется, волшебной горы, по крайней мере, для любого обыкновенного читателя, вот его книгу я прочла за два дня, потому что она банально очень и очень увлекательная. За нее, кстати говоря, Томас Манн получил Нобелевскую премию, что нетипично, потому что Нобелевскую премию по литературе дают обычно за творчество автора в целом, в совокупности, а вот Томаса Мана оговорили, что ему дают Нобелевскую премию за роман Буденброки. Очень о многом говорит. И здесь вот опять же классическая семейная сага не только потому, что была написана давно, в 1900 году, но и потому, что вот она самым стандартным образом рассказывает о нескольких поколениях одной семьи, начиная от такого расцвета этой семьи, когда она была богатая, преуспевающая семья торговцев, а потом наступил внезапно 20 век, к которому эта семья так и не смогла нормально приспособиться, и вот пошел ее упадок, и с каждым новым поколением семьи этот род великий разрушался. И что совершенно особенная вот такая вещь для меня лично, то, что спустя 6 лет я до сих пор помню главных персонажей по именам Христиан, Томас и Тони, если я ничего не перепутала, Антония. Вот, я помню их личности, я плюс-минус помню их судьбы, особенности их характеров, при том, что они совершенно не симпатичные. Вот эта книга носила нас очень не симпатичными, такими чудиками, которых в реальной жизни мы стараемся избегать, к которым мы не очень хорошо относимся, но почему-то вот в этой книге их судьбы пронимают, за ними интересно смотреть. Так что, если вы хотите банально увлекательную историю одной семьи, то советую почитать отличная семейная сага, она и такая подробная, и увлекательная. Вот, когда стереотип, что все немцы такие сухие и педантичные, вот книжка, она вот такая, с такой педантичностью написана, как по учебнику, знаете, как написать семейную сагу, и вот здесь она вот идеально, мне кажется, написана. Следующая классическая семейная сага – это Джон Стейнбек «К востоку от Эдема». Любимая книга самого Стейнбека, и вот он писал в эту только что законченную книгу «Я вместил все, о чем хотел написать всю жизнь». И опять же, тоже, это история нескольких поколений одной семьи, рассмотренная под углом истории о Кайне и Авеле, да, библейской великой истории, что придает этой книге такой великий масштаб, такой, да, немножко пафос, такую эпичность, потому что она связана вот с Библией. И здесь Стейнбек, как мне кажется, рассматривает неоднозначность истории. В Библии все довольно однозначно, да, Кайн плохой, ревнивый, завистливый, убил своего брата из зависти. В книге же этой все не так однозначно, здесь вот есть прототипы этих персонажей, и как раз-таки вот неоднозначность этой истории у Стейнбека чувствуешь, потому что вот чистейшие такие, да, Авелевские персонажи, они не так интересны и вызывают не так много симпатии и эмоций, как вот Кайновские персонажи, раздираемые пороками и внутренними демонами, которые, тем не менее, да, борются с ними, пытаются бороться. Не всегда получается, иногда они идут на поводу своих недостатков и причиняют другим людям боль, страдания, но они стараются измениться. И вот это делает их действительно очень живыми, очень настоящими персонажами, потому что на самом деле Кайнов очень много. И опять же масштаб этой книги придает еще то, что все вот, да, вся эта история пронзительная персонажей, она подается на фоне еще и создания вот той Америки, которую мы знаем сейчас. И история людей, которые упорством какой-то своей невероятной работоспособностью, просто железным складом характера и тела выстроили вот Америку буквально на камнях. Они пришли на поле, усеянное камнями, умудрились там что-то вырастить, умудрились развить это место, сделать его городом, а потом еще и целой вот такой страной. Вот. Еще особенность этой книги, что в ней есть сам Стейнбек и его предки периодически мелькают. Еще одна классическая и очень масштабная семейная сага, которая, я думаю, многим может понравиться. Уже ее масштаб виден сразу, как только ты берешь ее в руки. Это хроника семьи Козалет Элизабет Джейн Говард. Целый цикл в пяти книгах, в который вот я советую прямо нырять. Ты когда начинаешь читать эту книгу, там настолько много персонажей, что здесь вот есть даже в начале семейное древо, потом на следующей странице семья Козалет и ее родственники и домочадцы. То есть перечислены все персонажи в этой книге, что очень помогает не запутаться. Потому что здесь очень много персонажей, и это очень классно. Все они какие-то вот по-своему обаятельные, даже опять же не особо какие-то приятные и высокоморальные личности. И это жизнь одной семьи и то, как она пережила войну. Обычно в семейных сагах как бывает? В одной книге писатели успевают показать две мировые войны даже, последствия этих войн, как они отразились на наших персонажах. Здесь у Элизабет Джейн Говард только одна война. И то, вот, например, первая книга, это предвкушение войны. То есть здесь все 550 страниц герои ждут, когда начнется война. Во второй книге, например, только первая половина Второй мировой войны. То есть, как видите, здесь очень все подробно, очень большое внимание к деталям в этом цикле. Очень подробно Элизабет Джейн Говард тщательно работает над раскрытием характеров и личностей своих героев. Поэтому ты к ним прикипаешь, и поэтому, опять же, я советую читать эту книгу вот в отпуске, например, когда, да, у тебя есть две недели. И вот такая вот стопка, огроменная история, чтобы в нее нырнуть и вынырнуть уже только в последний день отпуска. И еще интересный факт, что писательница Элизабет Джейн Говард, во-первых, была моделью, была невероятной красоты женщина. Вот ты на нее смотришь, ты читаешь ее биографию, и пальчики дрожат от уважения и восхищения. А во-вторых, это бывшая жена легендарного английского писателя Кингсли Эмиса. Вот. Я прям даже не знаю, кому больше завидовать, Элизабет Джейн Говард или Кингсли Эмису. Следующая потрясающая семейная сага, если вы ее не читали, то я не знаю вообще, что вы здесь делаете, срочно неситесь и читайте. Это Антония Байт, детская книга. Вообще ее роман «Обладать», который получил Букеровскую премию, который в принципе более знаменит, мне кажется, ни в какое вообще сравнение не идет вот с этой историей. Она гораздо-гораздо красочнее, это такой вот литературный деликатес в моем понимании, в моем ощущении. Здесь тоже, опять же, история уже нескольких семей, которые там связаны тем или иным образом, они либо дружат, либо живут рядом. И главная изюминка книги, то что все эти семьи, они имеют отношение непосредственно к творчеству, к искусству. То есть это, да, они какие-то неинтересные, давайте будем честными. Торговцы, да, это люди вот искусства, люди интеллектуального склада характера, поэтому очень много в книге сказок. Одна из героинь, главная героиня, писательница сказок. Поэтому здесь вот такая сказочная атмосфера, и сама эта героиня с ее семьей, детьми, живут как будто в таком маленьком сказочном эльфийском домике. Здесь очень много ремесел, ремесел, потому что один из персонажей – гончар знаменитый, и он лепит какой-то невероятной красоты горшки, при этом, опять же, как большинство гениальных людей, с ним совершенно невозможно жить, он невыносим, как отец, да, как супруг. И тут тоже очень такая напряженная и трагичная история его семьи. Здесь очень много интеллектуальных событий 20 века, конца 19-го, начала 20-го. И вся вот книга, она такая, да, с отголосками сказок Шекспира, здесь персонажи очень любят Шекспира и часто его читают. И ей бы, наверное, на мой взгляд, очень бы подошла обложка обоев Уильяма Морриса. Вот она вся такая, знаете, какая-то викторианско-сказочно-шекспирская, вот какая-то такая потрясающая атмосфера у книги. Очень много, помимо всего прочего, интересного можно узнать о том времени, в котором жили герои. Здесь, кстати, настолько много персонажей, что Антони и Байт пришлось создать таблицу Excel, чтобы в них не попутаться, не перепутать, когда кто жил, да, сколько кому лет потом, впоследствии стало. Что мне очень понравилось в книге, то, что вот эта сказочность, волшебность, одухотворенность таких, да, творческих людей, которые, грубо говоря, витают в облаках, она очень резко контрастирует с событиями историческими, через которые им приходится пройти, никуда от этого не денешься, с войной, с суфражизмом, с вообще политическими какими-то событиями, и это прям вот вишенка на торте, да, когда такая вот воздушность, волшебность, она резко, как ножом прерывается, пересекается какими-то кровавыми, не очень приятными событиями, и вот такой, да, такие кровавые капли на этой сказке появляются. В общем, невероятной красоты книга, всем очень советую. И следующая книга, которая для меня связана очень сильно по атмосфере, по каким-то ощущениям с детской книгой Антони Байетт, это Джон Краули «Маленький, большой», только если у Антони Байетт, ну, самый настоящий реализм, реальная жизнь людей, которые, да, просто вот такие творческие личности и живут в таком воображаемом, немножко мире, в мире своего воображения, то здесь самое настоящее фэнтези, только хочется обязательно подчеркнуть интеллектуальное фэнтези, потому что книга понравится не только поклонникам жанра, да, «Властелина колец», например, но еще и Шекспира, Льюиса Кэрролла, то есть книжка не для тех, кто только вот, да, начинает как бы знакомство с литературой, допустим, и у кого небольшой литературный багаж, читать ее очень сложно, я ее читала два раза, и каждый раз это было не такое, знаете, чтение не в удовольствии, здесь надо очень хорошо разбираться в творчестве Шекспира, потому что здесь очень много отсылок, очень хорошо разбираться в творчестве Льюиса Кэрролла и вот этой истории, да, «Алисе в стране чудес», здесь тоже очень много отсылок, но если ты разбираешься, если ты хотя бы 50% аллюзий и заложенных каких-то таких вот секретиков этой книги понимаешь, то она тебя вознаградит полностью, потому что история потрясающая, прекрасная, вот аналогов ей я не знаю, его пока что не встречала в своей жизни, здесь наш главный герой, Смоки Барнабелл, женится на довольно странной девушке из довольно странной семьи и переезжает к ним в довольно странный семейный особняк Эджвуд, и очень скоро он понимает, что, скорее всего, в этом особняке есть какая-то дверь в параллельный мир, фейри, и вот он как рациональный человек, как мы с вами, да, читатели обычные, настоящие, он пытается в этом всем разобраться, возможно ли такое, что это за мир, как в него попасть, реален ли он, или это просто его какая-то игра воображения, и с ним что-то не в порядке, и вот обложка очень хорошо отражает атмосферу книги, да, это такая, опять же, кэроловская атмосфера, атмосфера сна в летнюю ночь Шекспира, приправленная в фейри, такой вот небольшой магией, какой-то лесной, знаете, чем-то эльфийским, потрясающая по своей атмосфере, по декорациям книга, потом врывается, опять же, реальность в эту книгу, и такие жутковатые, страшноватые образы Нью-Йорка, метро, разрушенных холупок таких, в общем, книга замечательная, она требует действительно подготовки к ее чтению, но потом она вознаграждает сполна, если ты подготовился, если ты не устрашился, не побоялся и взял ее читать. Еще одна прекрасная семейная сага, которую могу посоветовать практически каждому, мне кажется, это Каталин Дориан Флореску, человек, который приносит счастье, автор беженец из Румынии, и сейчас он живет в Швейцарии, и мне кажется, вот эта двойственность в его жизни, жизнь на две страны, вот она в этой книге очень хорошо отразилась, потому что это семейная сага, рассказывающая о двух семьях, в частности, о двух персонажах, которые в центре истории, один из них выходец из Нью-Йорка конца 19 века, а другая героиня жила в Румынии, в какой-то вообще румынской глуши, посреди каких-то болот, в, по-моему, середине 20-го, если я не ошибаюсь, или начале 20-го, вот как-то так, и ты читаешь параллельно об этих персонажах, об их очень странных судьбах, о невероятных каких-то просто событиях, через которые они прошли, вот они действительно прошли через все такие, знаете, приметы 20 века, ключевые какие-то события 20 века, с ними столько всего происходило, и для тебя становится откровением, что эти два мира действительно существовали параллельно, то есть, да, Нью-Йорк, в котором уже провели даже электричество, и где-то вот там еще, на том же земном шаре, только чуть-чуть подальше, была Румыния, в которой люди до сих пор верили, что если тебе беременна, и там приснится ведьма, то тебе нужно вскочить посреди ночи, станцевать там лесгинку, три раза обкрутиться вокруг своей оси и посыпать пол солью, тогда у тебя не будет выкидыша, то есть, вот эти два контрастных мира, они настолько вот экзотично смотрятся, да, мир прогресса, мир несущегося стремительно вперед Нью-Йорка, который подминает под себя всех жителей, они не успевают за этим прогрессом и оказываются на периферии жизни, и спокойный мир румынской глуши, где только, знаете, сверчки и лягушки слышно, очень контрастная, очень яркая, очень такая пестрящая красками, местами, событиями, совершенно короткая книга, еще и с огромным шрифтом, так что вот если хочется какой-то концентрированной литературы, знаете, вот за какой-то короткий промежуток времени, за пару дней, получить вот много историй, много событий, много мест и всего, то обязательно читайте эту книгу, не знаю, почему она настолько непопулярна, как бы мало кто ее читает, мало кто о ней говорит, прекрасная книга. И как же в этой подборке обойтись без моего любимого писателя, Джон Ирвинг, отель Нью-Гемпшир, такая вот классическая семейная сага в его творчестве, я очень редко о ней говорю, надо это исправлять. Очень актуальная, очень современная, не люблю эти слова относительно, да, к литературе, актуальная книга, меня это сразу как-то отталкивает, но это действительно так, по-другому я не могу сказать. Очень важная на сегодняшний день книга о семье, которая вот целиком и полностью выходит из общепринятого понятия нормы. Все персонажи в этой семье какие-то не такие, ненормальные, да, изломанные, искалеченные, не такие, как все люди, которые пытаются найти себя в этом мире, своих людей в этом мире, свое место в этом мире, и как-то так с горем пополам у них, ну, вроде, получается или нет. Начиная с отца, семейство, которое поступило, опять же, исходя из общепринятых понятий, ненормально, у него пять детей, у него жена, за которых он несет ответственность, и при этом вместо того, чтобы вкалывать в офисе на плюс-минус стабильную нормальную зарплату, он решается на авантюру купить отель, оборудовать там этот отель, сделать в нем какой-то небольшой ремонт и, в общем, принимать гостей. Загвоздка в том, что отель, опять же, в глухой глуши, куда туристы, нуждающиеся в отеле, никогда не приезжают. И вот семья эта живет в отеле, и, опять же, с горем пополам как-то пытается выжить, наскрести деньги на существование, продвинуть свой отель и найти хоть какого-никакого захудаленького туриста. Заканчивая вот детьми, например, которые тоже явно не вписываются в понятие нормы, старший брат, по-моему, да, он старший гей, который увлекается таксидермией, что тоже очень ненормально для многих людей, главного героя нашего, да, влечет к его сестре родной. Еще одна дочь, карлик, я не знаю, политкорректно это или нет, но, в общем, да, она очень низкого роста. Сын страдает глухотой, он очень плохо слышит. И вот все эти персонажи, да, живут, пытаются как-то жить, находить друзей, находить работу, увлечения, борются со своими недостатками. Вот такая, да, классическая семейная сага, и с ними очень много странного происходит. И обожаю Ирвинга за то, что, опять же, он не приемлет вот эти понятия норма, то, что надо в этом мире, как надо жить, что надо делать, кого надо любить, кем надо быть. Он всегда эти понятия размывает, просто тасует и очень как-то расширяет твое сердце и твой взгляд на мир, на общество в целом. О, обожаю Ирвинга. Осталось пять книг, а надо уместиться в какое-то приемлемое, приличное время, поэтому ускоряемся. Следующая семейная сага, которая у меня уже здесь лежит, это «Рунда, тирой, бог мелочей». Тоже история семьи, довольно необычных людей, история довольно необычных отношений, история довольно необычной любви. И очень мне нравится в этой книге, какая-то такая незначительная деталь, почему я именно с нее начала, отрицательный персонаж. Он настолько пугает, настолько он реальный, то есть это как, знаете, как старушка, да, невинная старушка под подъездом, которая на самом деле сделала очень много зла. И ты, когда мимо нее проходишь и на нее смотришь, тебе кажется, что это одуванчик, а на самом деле там такое из-за этой старушки происходило у ее семьи. Вот здесь примерно такой же, очень живой и очень страшно невинный персонаж, просто рушит жизнь всех. Просто потому, что так хочется, из вредности, да, из такого неприятного характера. Очень страшно. Книгу эту стоит читать уже хотя бы из-за того, как она написана. Это просто потрясающе. Опять же, очередной литературный деликатес, только тот, который показывает самые неприглядные стороны нашей жизни и мира в очень красивом свете. Например, только ползучие растения все росли и росли, как ногти на трупе. Они прорастали сквозь ноздри розовых гипсовых гномиков и расцветали в их полых головах, придавая их лицам удивленно чихающее выражение, да, насколько красиво описана вот эта бурная растительность Индии посредством сравнения с трупом. Но это все равно как-то очень красиво выглядит. То есть здесь вот таким образом книга написана, показывает омерзительные вещи очень красивыми. И я вот за это ее очень сильно люблю. Ее хочется читать, перечитывать, цитировать, подчеркивать. У меня она здесь вся подчеркнута красивенными какими-то фразами. Глаза за толстыми стеклами очков казались размазанными, как масло. От моей несмолкаемой болтовни разрядилась камера. Продолжим. Вы еще не уснули, вы еще здесь. Следующая довольно экзотическая уже семейная сага тоже об Индии. Это Салман Ружди «Дети полуночи». И здесь, на удивление, довольно мистический и интересный такой, поистине супергеройский сюжет. Здесь о детях, которые родились ровно в тот день, когда Индия обрела независимость. 15 августа 1947 года, по-моему. И вот дети, которые родились в этот день или в эту ночь, все почему-то обладали какими-то суперспособностями. Там одна, по-моему, героиня могла заходить в зеркала, другая героиня там была настолько красива, что соблазняла абсолютно каждого мужчину. То есть вот всякие разные суперспособности. Наш главный герой тоже родился в этот день, причем он был самым-самым крутым ребенком полуночи, потому что он родился ровно в полночь. То есть вот как только этот день стукнул, он в него родился и стал самым крутым и обладает самой такой сильной суперспособностью. Он может читать мысли других людей, и таким образом он проникает в головы другим детям полуночи, и может с ними общаться. Они создают такой небольшой кружок этих детей полуночи. Ну и вот здесь о судьбе нашего главного героя, который родился в такое необычное время и обладал такими необычными способностями, о его предках, о его жизни, о его взрослении. Очень красивая, очень образная, очень необычная семейная сага, полная магического реализма. Здесь, как водится, опять же, по традиции магического реализма, чувства персонажей выражены физически во времени. То есть, да, если персонаж чувствует досаду, то над ним почему-то все время грозовая туча над головой, допустим, летает. Или если персонаж испытывает зависть, такую желчность своего характера показывает, то вся еда, которую он готовит, она невкусная, она как-то влияет на героев неприятно, неправильно. Очень красивая семейная сага с очень необычным интересным сюжетом, но которую тоже, тем не менее, довольно сложно читать. Это не глупая супергеройская книга о детях, которые спасали мир своими суперспособностями. Эта книга очень плотно связана с Индией, с ее историей, с ее политикой, с ее самоощущением как страны, с ее независимостью. Здесь много мифологии, много религий, то есть такая довольно серьезная, сложная, современная вещь. Очень достойная книга, очень красиво написанная, с интересным, необычным сюжетом, и глубокая о политике, о стране, о которой мы довольно мало знаем. И сразу после Детей полуночи хочется упомянуть одну из моих самых любимых семейных саг, это Мортен Рамслан, «Собачья голова», недавно об этой книге рассказывала. И если вот вы боитесь читать Детей полуночи из-за того, сколько в этой книге политики, а там ее очень много, историй, да, вот, религии, то попробуйте «Собачью голову», она, как вы видите, в три раза тоньше, это просто «Дети полуночи», из которых, грубо говоря, выдрали политику, религию и все остальное. Так сказала, будто это тупо повторение «Детей полуночи», нет, это книга датского писателя, которая рассказывает о Дании и Норвегии, и о такой типично скандинавской семье, в типично скандинавской манере, с нотками черного юмора. Здесь глава семьи рисует схемы, да, судостроительства, то есть, как, да, лодки там эти строить, но он настолько увлечен Пикассо и абстракционизмом, что пытается проталкивать эти идеи даже в своей работе. И из-за этого его начальникам не всегда это нравится, и он постоянно теряет работу, и вот он и его семья вынуждены кочевать из Норвегии в Данию, из Дании в Норвегию, обратно туда-сюда в поисках работы и пытаются хоть где-то закрепиться. И здесь очень много персонажей, они все с какой-то изюминкой, с какой-то странностью. Например, одна из героинь постоянно получает баночки пустые с норвежским воздухом и сколлекционирует их, складывает. Еще одного персонажа, которого я хорошо помню, он с гигантскими ушами, из-за этого его все время дразнили, из-за этого он все время страдал, а когда он страдал, он прятался почему-то в ящичек под раковиной на кухне и рисовал там маленьких монстров. В итоге, чем дольше они жили, и чем дольше он ходил в ту школу, где его дразнили, тем больше монстров появлялось в его квартире, и они уже вылезли из этого шкафчика и разрослись по всей кухне, по стенам, по всей мебели. Такое интересное проявление какого-то нестабильного душевного состояния героя, его переживаний. В общем, тоже очень красивая, очень необычная книга об очень необычных судьбах персонажей, об очень необычных персонажах, которым ты проникаешься, которым ты привыкаешь. Я когда закрыла эту книгу, я ее открыла на первой странице и начала читать заново, потому что я больше не знала, что делать, мне не хотелось расставаться с этой семьей, с этой историей. Очень обаятельно, просто, действительно интересно и остроумно написано. И осталось две книги, конечно, никуда в таких подборках без Габриэля Гарсия Маркеса, «Сто лет одиночества», книга, которая полностью перевернула мое видение литературы. Я ее очень хочу перечитать, потому что читала довольно давно и все, что я помню, конечно же, это про девочку, которая ела землю. И про мальчика, про мужчину влюбленного, который вот настолько его переполняла эта любовь и чувства, что над ним даже летали бабочки. Это настолько вот красиво было показано. Здесь тоже вековая история одной семьи, целого рода этой семьи, предки которого нагрешили. И все последующие поколения расплачиваются за эти грехи. И вот этот род постепенно вымирает, идет к своему логичному разрушению. И мы видим, как с каждым поколением семьи ситуация становится все трагичнее, все напряженнее, проблемы все больше. И вроде как даже когда появляются какие-то просветы счастья, в семье они очень скоро исчезают. И здесь, в общем, очень много персонажей, очень необычные у них судьбы. Спойлер, спойлер, одна из героинь взлетает в небо, исчезает там. Прекрасная семейная сага с замечательным магическим реализмом. При этом все, Маркес на фоне еще выписал историю своей родины, историю Колумбии, что тоже вот очень интересно, добавляет такой колорит и глубину книги. Хорошо, что осталась всего одна книга, а то пришел цокольщик, цокольщик надоеда, который будет добавлять сопровождение музыкальное в оставшуюся часть моего видео. Последняя книга, которая тоже логично продолжает предыдущую, это Изабель Альенде, Дом духов. Книга, которую часто, очень многие сравнивают с «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, и неудивительно, почему. Они очень сильно похожи на самом деле. Я когда ее читала, я думала, что какое счастье, я нашла аналог этой прекрасной книги, которая, я думала, вот неповторима и ничего подобного я больше не прочитаю. Только здесь еще и присутствует такой надрыв, потому что события, которые произошли в Чили, очень тесно связаны с самой Изабель Альенде. Ее дядя был президентом Чили, и во время переворота его убили, и это очень ее травмировало, это очень на ней отразилось, она была очень близка со своим дядей. И вот здесь она, помимо семейной саги, показала еще вот этот исторический момент в Чили, когда был совершен переворот, вот эта революция довольно кровавая, и если Габриэль Гарсия Маркес, он более сказочный, волшебный и поэтичный, то в Изабель Альенде огромную часть романа составляет не только вот сюда история семьи с магическим реализмом, но и суровая реальность Чили, вот эта кровавая революция с огромным количеством трупов, такая вот неприглядная, и опять же этот контраст, он просто прекрасен, создает такую вот изюминку этой книги, ты читаешь, читаешь, растворяешься в этой волшебной семье, в которой, по-моему, мертвые разговаривают с настоящими жителями, а потом вдруг бах, ледяная вода, и ты читаешь о революции, о страхах, об ужасах, о смертях, об убийствах, и ты не понимаешь, как мы к этому пришли, было же все хорошо, было так поэтично. Так что вот, если вы любите магический реализм, латиноамериканскую литературу, и в частности, «Сто лет одиночества», обязательно читайте «Дом духов» Изабель Альенде, я тоже хочу перечитывать, потому что, честно говоря, я очень плохо уже помню все, о чем здесь было написано, но помню только, что влюбилась в книгу, тоже прочла ее за пару дней, на одном дыхании, и страшно, особенно про революцию. Вот такие вот семейные саги пока что я набрала, самые любимые, лучшие из лучших в моей жизни, которые я могу вам посоветовать, о которых хотела рассказать. Пишите свои любимые семейные саги, естественно, я как поклонник, с удовольствием открою для себя что-то новое, интересное. Спасибо большое за просмотр, очень надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующем видео, друзья. Не уходите далеко, потому что оно будет совсем скоро, и я очень надеюсь вас там увидеть. Пока!